всем привет дорогие мои я надеюсь вас все хорошо так немножечко сейчас подсоберем аудиторию и начнем наш катрусинки на зал я бы хотела чтобы ты мне это сделал на телефоне это сильно светит мне в лицо все равно большая не надо маленький экран пожалуйста сейчас машечка мне поможет пока мы собираем аудиторию и немножко раньше сегодня вышла очень много хорошо иди сюда нет ну что ты будешь сидеть в айпаде а как мы будем сказку 2 серия продолжается но какая не 2 тысяч значит дорогие мои вчера немножечко я получила очень много сообщений от вас по поводу того что я не умею общаться со своими дочерьми а вот мои дети считают что умею я конечно очень благодарна за все ваши советы особенно за критику все такие прекрасные диванные критики у нас очень часто в стране любят критиковать власть рассказывать как как управлять страной как воспитывать детей как зарабатывать вот я бы не очень конечно а и сделай еще здесь пожалуйста меньше я очень ценю ваши советы я на самом деле всегда приз прислушиваюсь к советам когда они конструктивны они пожалуйста или туда или сюда нет не дергай до меня не слушаются дети они никого не слушаются я не знаю у кого есть дети которые слушаются но у меня вот такие вот вы знаете других у меня тоже не будет я вчера сказала фразу о том что им придется мириться с той матерью которая у них есть но другие на друг и потому что другой у нее не будет матери у них не будет другой матери точно так же как у меня не будет других детей нет возможно у меня родится еще кто-нибудь и он будет очень послушный но я вот глубоко глубоко сомневаюсь почему ты не даешь я тебя очень прошу отдай это мои дети совершенно addicted от гаджетов они в наркомании полной особенно старшая младшая нет младшая вот пошла спокойно легла в кроватку старшая да и сегодня это прям какой-то страшный бич детский они все хотят сидеть телефоне они все устраивают скандалы по этому поводу и тем не менее нам нужно как-то с этим бороться вы знаете только терпением и любовью мне кажется и тем что вы хотите проводить с ними время потому что дети это делают в основном от скуки когда на них не обращают внимание дома когда родителям легче дать гаджет в руки чтобы ребенок закрыл а делаю тоже часто и я не мы все не идеальны я тоже даю знаете я называю гаджеты пульт от ребенка если ты хочешь сделать тише дай ipad или iphone и ребенок заткнется и оставить тебя в покое но если вы все-таки хотите наладить контакт с детьми проводите с ними время придумывайте настольные игры и самое простое что мы можем делать это конечно же с ними читать сегодня такое огромное количество литературы есть и сказки есть и рассказы есть и романы и сегодня я приготовил вам особенное совершенно произведение потому что я его читаю своей дочери младшей уже наверное обожает просто ты можешь намочить мне холодную полотенечко потому что я только что разжигала камин и обожгла палец видите у меня страшный ожог и болит ужасно я немножечко сделаю вам лайфхак как избавиться от вот этого ужасного жжения после того как вы обожглись нужно либо засунуть руку или палец в холодную воду в стакан прямо и вот пока не отпустит держать его там либо прикладывать холодное мокрое и холодное так я избавляюсь от боли господи хоть что-нибудь дай в стакане дай воды давай без разговоров послать зачем-то детей тоже очень тяжело но что же делать нам нужно надо попить воды да это виски надо попить попить воды это сосуды доченька надо попить воды попьешь воды значит смотрите еще один лайфхак я как опытная мама у меня все-таки двое я могу вам советовать если у ребенка болит голова попробуйте не давать ему обезболивающие дайте ему воды много воды да вот такие слова мы тоже употребляем ну что ж 21 59 22 00 прикладывает можно приложить холодненькая а можно просто попить воды и машенька исти стаканчик воды для алисы принеси пожалуйста видите они бывают прекрасными если все делать с терпением у меня ему совершенно не хватает я уверена у вас тоже но мы же взрослые люди и мы можем меняться и мы можем мы можем исправлять свои ошибки поэтому я вот пытаюсь быть терпеливой со своими детьми если они даже очень сильно капризничают я пытаюсь с ними как-то договариваться так сейчас придет маша откроет нам сказку ты не знаешь какой у нее пароль к сожалению у детей и подростков на телефонах обычно сложные пароли и не представляется никакой возможности набрать это как-то случайно поэтому мы подождем и будем читать сказку так вот что это за сказка это совершенно психотерапевтическое произведение я считаю называется называется это сказка называется эта сказка про девочку и до немножко тебя привожу и мне еще стаканчики дает туда палец засуну просто вот здесь вот отсюда пей 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 надо пить много воды и итак дорогие мои 2201 и я бы хотела и я бы рассказ который я буду для вас читать боже у меня вылез волдырь а тут стаканчиков нет это совершенно психотерапевтическое произведение я своему ребенку прочитала уже пять раз и она тоже воспринимает это как психотерапию я советую сегодня послушать эту сказку всем машин открой пожалуйста свой телефон и взрослым и детям потому что детям она будет интересно как история более взрослым детям она будет понятно нет а взрослым она произведет невероятный эффект как произвела когда-то впечатление на меня и так ты откроешь мне или нет рассказ называется прекрасно про девочки и жабу и так взрослые девочки приготовьтесь пожалуйста и послушайте сегодня не уходите маленькие девочки и мальчики тоже послушайте потому что это просто интересный рассказ и так забирать за по залитому солнцем лугу бегала девочка на ней было белое кружевное платьице на кудряшках были розовые бантики а в руках она держала сачок чтобы ловить бабочек ты закрываешь мне огонь дочка отойди жестоко по отношению ко мне ну я же за картинку и так в руках она держала сачок эта девочка ей было весело и хорошо и тут на большом зеленом листе лопуха она увидела огромную жабу покрытую бородавками какая мерзкая жаба с отвращением сказала девочка прокашлялась жаба ты в курсе что я принц заколдованный да не может быть недоверчиво сказала девочка правда правда подтвердила жаба злая ведьма заколдовала меня и мое огромное королевство у меня сейчас сдохнет телефон дай мне зарядку я молод прекрасен и богат и если ты расколдуешь меня я возьму тебя в жены и мы будем жить долго и счастливо я буду носить тебя на руках и каждый день дарить тебе цветы а как тебя расколдовать спросила девочка это непросто ведь злая ведьма наложила сложное заклятие ты должна взять меня домой чтобы я спал в твоей мягкой постельке и целовать меня каждый день кормить с ложечки и выносить погулять и тогда все случится девочки вы мешаете мне однажды утром ты увидишь рядом не мерзкую жабу а красивого принца а жизнь твоя станет счастливой и безмятежной девочка сочарованно слушала жабу она смотрела на кожу подкрытую бородавками на огромные на выкате глаза и узкую щель рта а видела высокого истатному мужчину с копной черных волос и лукавым прищуром зеленых глаз рядом с ним она видела себя в пышном белом платье в красивом замке и слышала слова любви преодолев отвращение она опустилась на колени и посадила жабу в подол платья и унесла к себе домой с того дня жизнь девочки совершенно кардинально изменилась она больше не бегала на солнечном лугу за бабочками и не пела веселые песенки она ухаживала за жабой жаба оказалась очень капризной она требовала круассанов на завтрак и спагетти с соусом бешамель на ужин она хотела спать в постельке девочки а ужин она хотела а еще она оставляла слизкие следы она перестала завязывать бантики и надевать красивое кружевное платьице от стирки у нее покраснели и потрескались руки и они очень-очень болели а жаба продолжала оставаться большой мерзкой жабой и никак не превращалась в такого красивого принца иногда девочка смотрела на нее и очень хотела выбросить из своего дома а вдруг она завтра проснется и увидит рядом не мерзкое земноводное, а зеленоглазого брюнета а вдруг осталось совсем немного она боялась ошибиться так прошло несколько месяцев мало кто узнал бы в этом замученной замарашке некогда веселую и беззаботную девочку теперь всем распоряжалась жаба а девочка только обслуживала ее и делала грязную работу по дому однажды жаба накричала на нее за то, что она слишком долго несла ей обед девочка вышла из домика и заплакала она сидела на крылечке и ее увидела птичка, что пела на веточке почему ты плачешь? спросила ее птичка в моем доме живет мерзкая жаба, которая кричит на меня целый день я мою, убираю и готовлю ей есть я не могу так больше а чей это дом? спросила птичка я сама грустно ответила девочка зачем удивилась птичка? она обещала мне, что превратится в принца если я буду ухаживать за ней но прошло уже много месяцев а ничего не изменилось почему бы тебе тогда не выбросить жабу из дому? а вдруг это правда? и уже скоро она превратится в принца и я не дождусь совсем немного я так много сил потратила уже будет обидно, что я не дождалась совсем чуть-чуть а если ты проведешь всю жизнь ухаживая за жабой, которая никогда не превратится в принца? спросила птичка девочка задумалась если бы я знала точно проговорила она тут девочка подняла голову и ее глаза просияли а не сходить ли мне к старой ведьме что живет за лесом? она старая и мудра может она скажет мне станет ли жаба принцем или нет? девочка обрадовалась или немедленно пошла к ведьме старая ведьма жила за лесом в покосившейся избушке мне бы узнать рассказала ведьма и замуж за принца ведьма взяла куриная потроха глаза летучих мышей и болотную траву и стала гадать она тряслась седой головой и смотрела в свой горшочек над которым поднимался густой вонючий пар это просто жаба сказала она наконец не трать свое время она никогда не станет принцем девочка грустно вышла от колдуньи она шла какое-то время опустил в голову и тут ей пришла в голову идея ведьма ошибается что знает эта старуха вообще о принцах мне нужно сходить к доброй волшебнице она скажет мне точно добрая волшебница жила в красивом замке со стрельчатыми окошками и высокими башенками я так устала говорила и девочка но я боюсь что если прогоню жабу то никогда не выйду замуж за принца девочки что-то происходит у нас по-моему дымит камин закрой его пожалуйста волшебница покачала головой и попросила один день она гадала по лунному свету и звездам выводила сложные формулы из облачных завитков и белых ромашек и на следующий день она вынесла свой вердикт это просто жаба не трать свое время лучше отнести ее обратно на луг девочка молча выслушала волшебницу и ушла но внутри она кипела от возмущения да они все мне завидуют воскликнула она выйдя на улицу конечно всем хочется выйти замуж за принца я лучше их знаю я же чувствую что делаю все это не напрасно еще чуть-чуть и жаба превратится в принца и я буду счастлива и девочка вернулась к жабе она выслушала много неприятных слов за то что ушла надолго и не кормила жабу это время отмыла дом от слизи приготовила обед и скупала жабу жаба была довольна большая бура зеленая в бородавках она лежала на кружевной подушечке в кроватке девочки сама девочка не могла спать жабой уже давно уступила ей свое место она спала на узкой кушетке на кухне перед сном как обычно думала о том как прекрасна станет ее жизнь когда жаба превратится в принца она придумывала имена своим детям размышляла какие цветы будут расти в ее саду в этих сладких мыслях она уснула и приснился девочке сон вдруг идет она по тропинке к своему домику и видит что весь он обветшал обвалился окна пыльные темные на крылечке у домика сидит старуха страшно лохматая похожа на лесную ведьму и вот старуха смотрит на нее и манит ее к себе крючковатым пальцем а девочка и хочет убежать да ноги ее не слушаются подходит она к старухе а та смотрит на нее своими блеклыми выцвевшими глазами спрашивает узнаешь меня нет отвечает ей девочка с испугом я никогда не видела тебя прежде хэ 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 кашляет старуха мне все говорили что это просто жаба но я никому не верила я верила только жабе я очень хотела выйти замуж за принца я очень боялась если прогоню жабу то этого никогда не случится так прошло много лет а вчера жаба я просто умерла от старости и я долго плакала о том что никогда уже не произойдет о своей жизни которую потратила на то чтобы ухаживать за ней я плакала о том что стала стара и не могу как прежде бегать по лугу ловить бабочек и о принце за которого уже никогда не выйду замуж посмотри на меня посмотри стала кричать старуха я твое будущее нет нет закричала девочка она хотела убежать но ноги ее не слушались она только закрывала глаза руками и кричала нет нет ты мешаешь мне спать услышала на скрипучий голос она открыла глаза и увидела что спит на кушетке а жаба сидит на полу и смотрит на нее отнеси меня в кроватку и веди себя тихо велела жаба девочка смотрела на нее и в голове ее крутилась одна за другой фразы которую ей говорили птичка и ведьма и волшебница и эта старуха в ее сне это просто жаба она встала с постели взяла в руки жабу подошла к двери открыла ее жаба почувствовала неладное эй куда ты несешь меня вопила она девочка открыла двери широко размахнулась и бросила жабу так далеко как только могла уходи крикнула она и не возвращайся я больше никогда не буду кормить тебя и класть на свою постельку это мой дом я буду делать то что нравится мне я снова буду бегать по лугу и ловить бабочек и радоваться жизни я не верю твоим обещаниям ты просто жаба она закрыла дверь и впервые за многие месяцы улыбнулась автор Татьяна Семенова иди расскажи про что сказка потому что очень часто мы ждем от своих партнеров что они изменятся и вот-вот когда мы поженимся все будет по-другому вот он сейчас гуляет и выпивает а вот когда он будет мой я его изменю нет это просто жаба или работа которая не приносит нам удовольствие но мы ее терпим потому что вот-вот что-то произойдет меня повысят у меня будет лучше зарплата ничего не произойдет если вы не получаете удовольствие от этой работы это просто жаба и жизнь которая вас не удовлетворяет ну вот вон-то ну примерно то же самое примерно то же самое про партнера правда это же жаба про какого-то нарцисса самовлюбленного абьюзера который давит и рассказывает что вот-вот никого не терпите это ваша жизнь это ваш дом выбросьте всех жаб из своей жизни живите счастливы мы вас любим Алиса тебе нравится эта сказка да в которой какой ты раз ее слушаешь десятый и что ты поняла сегодня ну остановись пожалуйста иди расскажи расскажи моим моим подписчикам ну что это что 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 в свой дом нельзя приносить что жаб проблемы девчонки мальчишки мы сами находим проблемы на свои головы и ждем что все каким-то чудесным образом все так девчонки ну пожалуйста дайте я попрощаюсь со своими ребятами и так я очень надеюсь что вам сегодня понравилась моя история она классная обожаю эту историю очень надеюсь что завтра мне удастся придет в голову вам найти такую же интересную историю вам будет интересно как взрослым так и детям люблю вас целую буду класть своих бухаки бедлам просто бедлам хотя вы знаете я пробыла в эфире всего 20 минут это очень мало давайте еще что-нибудь расскажем что расскажем ну не знаю подписчикам может вы что-то расскажете вам понравилась сказка девчонки скажите нет здрасте мой папа с вами фоткается всегда на концертах класс спокойной ночи пропустила ну ничего как называется сказка называется про девочку и жабу так ох как сгорел мой палец видите что происходит я сейчас все во-первых вы мне мешаете девчонки меня смотрят в данный момент 3000 человек пожалуйста но это правда не надо положи его положи его ты его положи тоже мы закрываем айпад на вас смотрит 2000 человек мы закрываем айпад и я не хочу спать делаем вид что мы спим хотя бы ну что за правила правила важны потому что правила они организовывают народ вот они знают что в 10 часов надо спать и как бы они не капризничали что бы они не хотели как бы они не хотели меня задушить убить но все равно им придется ложиться спать если нужно учить уроки нужно выделить время для детей и в это время каждый день делать уроки такие ритуалы помогают наладить режим кто стакан побился я на него упала господи боже мой ребята в хате кулапс простите меня поймите меня и простите всем пока пока